Этот хадис передал имам Абу-Дауд, рахматуллах алейхи, от имама Ахмада бин Хамбаль. То, что имам Ахмад бин Хамбаль передал этот хадис имам Абу-Дауду, а последний принял его, доказывает то, что между имамами-факихами и имамами-мухаддисами была тесная взаимосвязь. И то, что некоторые братья сегодня говорят о том, что основатели некоторых мазхабов совершенно не разбирались в хадисах, это является, мягко говоря, несоответствующим действительности. И самым ярким примером является то, что их имена золотыми буквами вписаны в число передатчиков тех хадисов, которых использовали в качестве передатчиков наши шесть благословенных имамов-мухаддисов в сборниках своих хадисов. Этот хадис от пророка, с.а.в., нам передал известнейший сахаба Абу-Зар, который говорил, что, находясь в группе сахабов однажды, пророк, с.а.в., сказал им, Если вы разгневаетесь и будете находиться в стоячем положении, то немедленно сядьте. Если после этого злость и гнев покинет, то, аль-хамдул-Лля, хорошо. А если гнев не покинет его, а напротив будет нарастать, тогда ему необходимо лечь. Есть еще несколько хадисов, некоторых из них пророк, с.а.в., нам завещал о том, чтобы взять дарет, то есть сделать все возможное, чтобы не дать гневу, а владеть нами. Потому что гнев — это тот инструмент, при помощи которого шайтан манипулирует рабами Всевышнего Аллаха. Поэтому не гневайтесь, а если гневайтесь, то постарайтесь сделать все возможное, чтобы гнев не овладал вами. Субтитры делал DimaTorzok